Друзья, отвечаю на вопрос, как правильно поститься. Вообще христианский пост это очень важная тема. И вы правильно делаете, что интересуетесь этой темой, потому что я вдохновляю вас поститься, стоит это делать. Это очень полезно для каждого христианина, полезно для нашего духа. Сам Христос является для нас примером. И помните, после его поста написано, что он вышел в силе духа. Как раз этого нам часто не хватает. Итак, начнем. Первая цель поста. Если проанализировать все посты, которые написаны в Библии, их есть более 20 разных примеров, то мы их можем все разделить на три основные категории. Итак, первая категория, почему люди постились, это было покаяние. Ради очищения, ради глубокого смирения. Из-за покаяния люди брали пост. Это первая цель. Вторая цель — это откровение. Люди искали Божьего водительства. Люди искали откровение. Во время поста Бог говорил людям, и есть тоже много примеров в Писании, в Старом и в Новом Завете об этой цели. И третья категория — это нужда. Когда люди постились перед Богом из-за какой-то нужды, проблемы, они искали помощи, и Бог им отвечал. Итак, три цели, ради чего можно поститься. Ради покаяния, очищения, освящения. Второе — ради откровения и водительства. И третье — это нужда или проблема. Дальше, друзья, хотел бы вам сказать, какие виды есть постов. Естественно, во время поста люди воздерживаются от пищи. Не кушают пищу, но пьют воду. Есть разные виды, от какой пищи воздерживаться. Иногда бывает пост вообще без пищи и без воды. Я бы не рекомендовал это особенно людям неопытным. Но в основном это вода и всё. Это классический вариант. Ещё есть вариант, когда люди пьют сок во время поста. Не кушают, но пьют сок. Это тоже вариант. Особенно для некоторых, кто физически имеет какие-то сложности. И есть виды постов, когда люди воздерживаются от какого-то питания, какие-то диеты или до какого-то времени не кушают. Есть, например, пост Даниила. И ещё есть пост, когда человек пытается отделить себя от чего-то мирского, от того, что его удаляет или опустошает духовно. Отделить себя от каких-то удовольствий или идолов, которые появляются в нашей жизни. Например, есть пост от социальных сетей, когда человек сам решает на месяц, на неделю отключиться от всех социальных сетей, чтобы попусту не тратить там время. Или от Ютуба, от фильмов, от видеоигр. Это тоже полезно. И дальше, друзья, я хотел бы вам дать несколько практических советов, что нужно делать во время поста. Итак, первый совет – это планирование. Я советую вам подходить к этому вопросу с подготовкой. Например, выберите день, в который вы будете поститься, чтобы вас не отвлекали или как можно меньше отвлекали. Запланируйте, чтобы в этот день не было никаких там свадеб, мероприятий, чтобы вам не пришлось там сидеть и глотать слюни или наедаться не стоит перед постом. Дальше запланируйте ваш пост, чтобы вы могли куда-то уединиться. Это намного лучше, например, уехать в горы, быть в каком-то доме, где вы можете закрыться одни, или в каком-то парке провести время. Вообще лучше во время поста не работать физически вообще. Если это возможно, опять же, для этого нужно это планировать. Чтобы уехать куда-то в горы, это нужно тоже планировать. Если вы работаете, ну, конечно, тогда попробуйте максимально уделить время вашему духу во время перерыва. Итак, первый практический совет для тех, кто желает поститься, это планируйте, и тогда ваш пост будет более эффективный и продуктивный. Второй совет, это что делать во время поста. Пост разделяется на два вида. Активный пост и пассивный пост. Пассивный – это когда человек ничего не делает во время поста, он только читает Библию, пребывает в Писании и молитве. Чаще всего человек в это время уединенный где-то, он ничего не делает, он не суетится ни по дому, ни в служении, активно ничего не делает. Это пассивный вид поста, когда человек погружается в глубокое размышление и в Писание. Второй вид – это активный вид поста. Человек при этом тоже читает Библию, тоже молится, но он при этом делает какие-то добрые дела, служение, помогает людям, посещает, отвечает на какие-то нужды или ищет примирение с кем-то. Об этом посте очень подробно описано в 58 главе пророка Исаии. Итак, два вида поста, что можно делать или что нужно делать, пассивный вид и активный. Третий практический совет – это сроки. Как правильно, какие сроки должны быть. Если вы начинающий, я советовал бы вам попробовать один день, сутки, ничего не кушать, а просто побыть в посте. Для начала я также советовал бы вам попробовать не больше, чем 3 дня пост, если вы никогда раньше долго не постились. Я вообще не рекомендую длительные посты по 40 или 20 дней, особенно если у вас нет опыта, вам нужно в этом обязательно проконсультироваться и набраться больше опыта от более зрелых людей. Дальше, друзья, четвертое – хотел бы вам рассказать о побочных действиях. Во время поста есть побочные действия. Они могут быть и физические, и духовные. Физические. Во-первых, я вам советую очень много пить воды. Воды нужно пить даже больше, чем обычно во время поста, потому что, возможно, будет такое не у всех и не всегда, но, возможно, будет легкое головокружение или тошнота. Духовные атаки также возможны, когда вы переживаете разного рода искушения, когда вы чувствуете, что вас провоцируют, когда вы чувствуете какое-то давление в вашем духе. И мы это видим на примере Иисуса Христа, когда он постился, как раз именно во время поста сам дьявол его искушал, и метод, который Иисус Христос использовал, он использовал Писание и отвечал всегда «Написано, написано, написано». Пятый практический совет – это кому можно не поститься. Это относится к больным людям, физически, хронически больным людям, кто принимает обязательно медицину и нужно ее принимать с пищей. Можно не поститься беременным женщинам и, естественно, маленьким детям. Если вы физически болеете, но вы хотели бы поститься, то вы можете попробовать короткий пост, например, полдня до обеда, и потом покушать и принять вашу медицину. Я верю, друзья, что Бог, Он не злится и не наказывает тех, которые не могут физически быть в посте. Я верю, что Бог очень искренне ценит наше желание и готовность, Он видит наш мотив. Или мы действительно не можем из-за физических наших недугов, или же нам просто лень, и мы не хотим напрягаться. Бог это точно видит. Дальше, друзья, еще один практический совет. Шестой. Во время поста, длительного особенно, это, я имею в виду, три дня и более, я советую, чтобы вы имели подотчетность, чтобы вы нашли себе духовно зрелого человека, которому вы скажете заранее, что я иду в пост три дня или семь дней. Почему это важно? Потому что зрелые люди могут вам помочь во время поста, могут вас наставить, могут за вас молиться. Потому что есть опасность, что люди попадают в обольщение, попадают в искушение. И я знаю человека, который неопытный, который, возможно, имел еще другие причины, и он после длительного поста попал в большое заблуждение, и он сказал, что Иисус Христос вообще не является больше для него Богом и Господом. Это ересь, это ужасные побочные действия. И причина, почему иногда это может случиться, это гордость. Гордость человеческая. Когда человек подходит к этому вопросу с неправильными мотивами, когда у него не хватает смирения, и он пытается что-то доказать. Например, я могу не кушать пять дней, я выдержу, я докажу. Это связано с гордостью. Или когда, например, человек пытается проявить к себе саможалость. Когда он такой бедный, несчастный в посте, и он привлекает к себе внимание, ждет, чтобы его все жалели, чтобы ему говорили, ты молодец, ты такой несчастный, но ты такой молодец. Это тоже связано с гордостью. Или когда человек во время поста у Бога что-то требует, требует. Ломает, заламывает руки, преобразно говоря, ты должен Бог дать и ответить на мою нужду. Вообще, друзья, Бог нам ничего не должен. Даже в примере Есфири, когда она обращалась к Богу с молитвой и постом, она сказала очень важную фразу. Она сказала, если мне нужно будет умереть, я готова. То есть, она этим дала знать, что я готова принять любой ответ от Бога. И тем не менее, она призвала весь народ к молитве, и в посте они обращались к Богу и получили помощь от Господа. Итак, друзья, последнее это выход из поста. Если вы были в длительном посте, три дня или семь дней, то, конечно же, вам после этого не рекомендуется сразу быстро наедаться. А я вам советую вначале просто пить сок первый день, потом принимать более жидкую пищу и постепенно добавлять твердую пищу. И вообще, это обширная тема, пост. Сейчас вы услышали только такой короткий мини-семинар. И после этого я предлагаю вам вопрос на размышления. Как вы думаете, друзья, что лучше? Например, лучше поститься семь дней один раз в году или лучше поститься один день, но каждую неделю? Как вы думаете? Ответ. Лучший пост это тот, который влияет на вас и приносит вам результат. Например, за себя скажу, что для меня лучший пост, который длится минимум три дня или больше. Потому что если пост длится один день, он на меня лично мало влияет. Я иногда могу засуетиться, быть занятым и даже забыть покушать. И это почти как пост, поэтому на меня это не влияет. Хотя это вообще не пост. Поэтому, друзья, то, что вам больше приносит пользы, вот этот метод, этот вариант и используйте в вашей жизни. В заключение хочу подметить, что пост это обязательно Библия и молитва. Пребывать в слове и в молитве в этот день это обязательно. Иначе, друзья, это не пост, а неудачная голодовка. Поэтому, если это слово послужило для вас ободрением, и это было для вас полезным, пожалуйста, поделитесь этим видео с кем-то из ваших друзей. И будьте благословенны.